Белые медведи В российском секторе Арктики строго запрещена Тех, кто нарушает запрет, называют браконьерами Перед вами Артур Именно так в нашем музее называют это чучело белого медведя И у него есть своя история Никто специально ради музея белого медведя не убивал Дело в том, что шкуру этого белого медведя нашли у браконьеров на таможне в Норильске И решили сделать чучело в научно-просветительских целях То есть сейчас убийством таких редких животных занимаются браконьеры Но когда-то все было иначе До заре покорения Арктики пространства казались безграничными А количество животных неисчислимым И убийство наименее безобидных из них казалось делом вполне разумным Тем более полярные исследователи были вынуждены запасаться свежим мясом Свежее мясо это также лекарство от цинги Цинга это страшная болезнь Она возникает из-за недостатка витамина С И часто она приводила к смерти путешественников С ней сталкивались многие экспедиции Беринга, Русилова, Седова и многие другие Употребление в пищу свежей крови белого медведя Способствовало скорому выздоровлению цинготных больных А мясом было принято запасаться впрок Норвежский полярный исследователь Рал Амусон во время экспедиции на судни МОД Писал об этом так Похоже мы попали в царство белых медведей Так часто они стали появляться Но добро пожаловать Мы скушаем всех за зиму Мой совет всем отправляющимся в места, где водятся белые медведи таков Носите при себе оружие и смотрите в оба Если даже и не ради самозащиты То убить медведя можно хотя бы ради шкуры Она стоит этого беспокойства Особенно отличилась в этом австро-венгерская экспедиция Второй половины 19 столетия под руководством Юлиуса Пайера По его словам, участниками экспедиции было убито и съедено 67 белых медведей Также Юлиус Пайер оставил подробное описание разделывания туши белого медведя Так ничего не пропадало зря Легкие ляжки и мозг шли на обеденный стол Язык отдавали доктору, сердце повару Кровь шла цинготным больным Жир собирали в специальный бочонок А кости уже отдавали собакам Но было то, что есть категорически запрещалось Этому правилу следовали не только полярные исследователи Но и коренные жители Крайнего Севера Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах Нельзя было есть печень белого медведя Она ядовита В ней содержится много витамина А, даже больше, нежели в печени акулы Употребление в пищу печени белого медведя вызывает гипервитаминоз А это может привести к летальному исходу Поэтому участники экспедиции Юлиуса Пайера, а также ненцы, чукчи, эскимосы Выбрасывали эту печень в воду, чтобы до нее не добрались собаки То есть, чтобы они не отравились Вся остальная часть туши белого медведя вполне съедобна Но здесь есть момент, который стоит учитывать, когда мы говорим об опасности медвежьего мяса Дело в том, что многие животные больны трихинеллезом Трихинеллез – это заболевание, которое вызывают паразиты, живущие в мышечной ткани животного Это заболевание смертельно не только для человека, но и для самого белого медведя Однако большая смертность белых медведей все-таки происходила не из-за болезни, а из-за деятельности человека Так в 1920-30-х годах велась наиболее широкая и жестокая охота на белых медведей Только на Шпицбергене за это время было добыто около 4000 особей Вообще же, начиная с XVIII столетия, только по самым скромным подсчетам И только на севере Евразии было добыто около 150 тысяч особей Сейчас существует ряд мер по регулированию охраны белого медведя И, как уже говорилось ранее, в российском секторе Арктики охота на белых медведей запрещена с 1956 года Чучело белого медведя стоит здесь не случайно Для того, чтобы в музей могли приходить люди, смотреть на него и делать вывод, в каком виде должны оставаться животные Либо в виде чучел, а ведь некоторые виды животных так и сохранились Либо все-таки они должны жить в естественной среде обитания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok